Купальный сезон во Владивостоке Купальный сезон во Владивосток Культуры и отдыха имени Лозу на станции Санаторной Виталий Веркиенко потребовал предоставить полную информацию о работе парка. Итогом поездки стал перечень замечаний и решения о смене директора. Я крайне неудовлетворен тем, что вы проделали за 7 лет. И для меня неубедительны ваши планы на следующий год. И самое страшное то, что вы даже не понимаете своих ошибок. Градоначальник также посетил Токаревскую кошку, мыскунгасный, змеинку и проверил, как арендаторы территории используют выделенные им участки, как ведут свою деятельность и исправно ли платят налоги. Я не поленился, поднял справку, сколько его прибой заплатило налогов. В 2017 году 20 800 рублей НДФЛ составил. Это означает, что у вас работает один человек, а на зарплате 9 000 рублей. Инспекция началась с одного из самых живописных мест отдыха – пляжа на Токаревской кошке. Здесь всегда много горожан и гостей приморской столицы. Из-за состояния дна место непригодно для купания. Арендатор пояснил, что прибрежная территория разбита на три условных зоны отдыха. Пройти пешком к морю могут все желающие, совершенно свободно. А вот за пользование шезлонгом или зонтиком придется уже заплатить. Вы понимаете, для чего предоставляет город пляжи в аренду? Совершенно верно. Для того, чтобы арендаторы, выполняя честные обязанности по договору, построили места отдыха, соблюдали тут безопасность, комфорт, отдых для жителей города. Вопросы добросовестной уплаты налогов возникли и к арендатору Кунгасного. Здесь за аренду пляжа вносят 1600 рублей в год. Я хочу ознакомиться с вашим перспективным планом. Я услышал, что у вас появился японский инвестор. Поэтому познакомьте меня с планами по развитию в графической форме и во временных рамках, когда вы планируете это сделать. На пляже в районе бухты Улис можно не только бесплатно позагорать, но и помыться после отдыха в душе. Арендатор также рассказал, что в местном кафе всегда бесплатно готовы накормить людей с ограниченными возможностями. А вот проблема пляжей на Шаморе – нерешенный вопрос о качестве воды. Непригодной для купания ее признал Роспотребнадзор. Очередные пробы специалисты взяли совсем недавно. Однако не из бухты, а из небольшой речки, которая в нее впадает. Понять, пригодна ли вода для купания, хотят не только отдыхающие, но и сами арендаторы. Виталий Веркиенко пообещал взять этот вопрос под контроль. Мы еще раз делаем пробы вместе с Роспотребнадзором. Я заинтересован в том, чтобы была справедливая оценка качества воды, потому что я так же, как и вы, сильно сомневаюсь в том, что оценка справедлива. Навестил глава города и пляж бухты Аякс. До 2021 года его арендует частный предприниматель. Вода бухты признана специалистами Роспотребнадзора пригодной для купания. Вижу, что успели привести в порядок, построить беседки, ресторан, содержите территорию в чистоте, буйки установили, урны установили, туалеты работают. Не забыли в этом году и про такое не слишком доступное место отдыха, как остров Попенберг. Данная локация – одна из излюбленных у жителей Владивостока, особенно летом. Каково же было удивление горожан, когда на днях они обнаружили здесь некую сомнительную стройку. Однако в администрации города всех успокоили. Оказалось, что знаменитый остров собираются благоустроить усилиями управления Фрузинского района и экологической организации «Флора». Основная задача общественников – создать здесь экологическую тропу. Рабочие, например, уже завершают строительство лестницы, которая ведет на самую вершину острова, откуда открывается красивый вид на море и русский остров. Помимо этого уже почти готовы все лежаки и столики со скамейками для отдыхающих. Не, ну я все равно для людей, а почему и нет. То есть главное, чтобы не было, как обычно, этих шашлычек шаломных и прочего. То есть, а люди-то, конечно, пускай гуляют. Ну и порядок заодно наведут, потому что остров… Ну, видно, что люди отдыхают, не все с собой все увозят. Да, конечно, я думаю, нужно. Нужно обустраивать эти все острова, чтобы было все здесь цивильно. Я впервые на этом острове приехал из города Санкт-Петербурга. Здесь очень красиво, замечательно. И сейчас сюда много раз приедем. Настоящий скандал разгорелся в этом году из-за пляжа Стеклянного. Как выяснилось, обкатанное морем стекло массово выносит с уникального пляжа. Среди любителей морских сувениров и гостей из Поднебесной. Однако, как выяснилось, до границы его никто не довозит. Видимо, в отрыве от места рождения достопримечательность пляжа превращается просто в старое тусклое стекло, которое выкидывает за ненадобностью. А ведь во Владивосток, чтобы специально полюбоваться именно стекляшкой, как ее прозвали местные жители, целыми семьями едут со всех регионов страны и даже из-за рубежа. Мы сюда ехали ради этого, чтобы посмотреть, потому что были только фотографии посторонние, да, соцсетей. Мы решили посетить этот пляж. Это была главная, основная цель прибытия во Владивосток. Как известно, вода ошибок не прощает. К массовым наплывам отдыхающих на пляжах готовились и сотрудники Владивостокской городской поисково-спасательной службы. На русском острове состоялись практические занятия по водной подготовке. В приоритете, конечно же, оказание первой помощи человеку, попавшему в опасную ситуацию в акватории. На сегодняшний момент это очень актуально, потому что идет пляжный сезон, идет навигационный период. И, как вы понимаете, без тренировок не бывает удачных спасений. Во всех этих случаях это оказание первой помощи человеку, попавшему в нестандартную ситуацию на водных акваториях. Кстати, со 2 августа бухта Шамара под присмотром врачей. Возле стационарного пункта ДПС работает трассовый пункт службы скорой помощи. Медики предупреждают, даже если вы надели на ребенка жилет или спасательный круг, это не повод оставлять малыша без присмотра. Судя по долгосрочному прогнозу, основной пик субтропической жары уже позади. Но жаркие дни еще будут, обещают синоптики. А вот сезон отпусков в самом разгаре, и многие приморцы отправятся отдыхать в другие страны. Туристов-эпидемиологи предупреждают особо. В ряде государств европейского региона наблюдается неблагоприятная обстановка заболеваемости корию. Среди стран, откуда россияне завозят коварные заболевания, такие популярные направления, как Турция и Юго-Восточная Азия. И чтобы отдых не превратился в проблему, стоит заранее позаботиться о своей безопасности. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.